После предоставления гражданских прав жителям Италии число римских граждан сильно выросло. Собрать их в народное собрание стало невозможно. Всеми основными делами огромной державы стал заправлять сенат из крупных землевладельцев. Бедняки же не хотели участвовать в управлении республикой, а если и хотели, то, как раньше, через народное собрание. Все желали только хлеба и зрелищ. С 73 года до н.э. власти республики стали бесплатно раздавать каждому гражданину-бедняку по полтора килограмма хлеба в день. Многих это устраивало. Работать на земле они не хотели. В такой обстановке обратил на себя внимание юноша из патрицианского подсу рода. Он вырос в неблагополучном районе, образование получал дома, хорошо знал греческий и много читал. Его мечтой было добиться славы Александра Македонского. Поэтому он стал добиваться политических должностей. В то время сделать это было просто. Надо было одаривать граждан. Влезая в долги, молодой Гай Юлий Цезарь устраивал бега и оплачивал гладиаторские бои и театральные комедии. Еще он был весьма красноречив и быстро завоевал народную любовь. Гай постепенно поднимался по карьерной лестнице. Был и квестером, и понтификом, и претером. Как только он достиг возраста, когда можно было выдвигаться в Сенат, то сразу же воспользовался этой возможностью. В 60-м году до н.э. три римских полководца и политика объединились с целью наведения порядка в государстве. Их союз получил название «Триумверата», что в переводе с латинского означает «три мужа». Этими тремя римлянами были Марк Лициний Красс, Гней Помпей и Гай Юлий Цезарь. Красс, победитель Спартака, был самым богатым в Риме человеком. Помпей уже тогда заслужил прозвище «Великий» из-за своей победы над пиратами и внешними врагами. Самым молодым из них, и пока ничем не прославившимся, был Цезарь. Спустя год он стал консулом, начал раздавать землю людям и уменьшил налоги. В итоге его сделали наместником Галии с правом набирать легионы. Став консулом, Цезарь раздавал землю людям и уменьшил налоги. В итоге его сделали наместником Галии с правом набирать легионы. В 58 году до н.э. легионы Цезаря вступили в Галию, прокладывая мощеные дороги, строя мосты и крепости. Цезарь громил гальские дружины, хотя в них было в 5 раз больше воинов, чем в его легионах. Если страх охватывал его соратников, Гай Юлий выходил к ним и, называя каждого по имени, напоминал о славе предков. Если где-то галлы брали верх, Цезарь сам со щитом в руке бросался на врага, увлекая за собой воинов. В походах, сидя на коне, он успевал сразу нескольким песцам надиктовывать распоряжения о проведении разведки, о подвозе хлеба и оружия, о награждении отличившихся. Награждал полководец только тех, кто отличился в бою, невзирая на их происхождение. Чем завоевывал преданность армии? К 51 году до н.э. вся косматая Галлия была окончательно покорена. Риму достались 800 новых городков, миллион пленных рабов и столько золота, что оно стало стоить меньше серебра. Каждый легионер честно получил свою долю добычи, а поэты в Риме слагали стихи о Цезаре. После покорения Галлии войска Цезаря отправились на Британские острова. Он первым переправил римский флот через Ла-Манш. На переправе через Темзу Цезарь разбил военный лагерь, на месте которого позднее был построен город Лондон. Народ и армия любили Цезаря, и это вызывало тревогу у его соратников. Они видели в этом желание Гая и Юлия сделаться царем. Поэтому Помпей добился распоряжения Сената о распуске войск Цезаря и объявлении его самого врагом государства. Узнав об этом, Гай Юлий произнес фразу, ставшую крылатым выражением «Жребий брошен», и с войсками перешел реку Рубикон. Она была границей между владениями Цезаря и остальной Италией. Это означало открытое непоминовение Сенату. С преданным и хорошо обученным войском Цезарь подчинил себе всю Римскую республику и провозгласил себя диктатором. Преследуя Помпея, Цезарь отправился в Египет, где принял участие в Александрийской войне, войне Клеопатры за престол. Он выступил на стороне Клеопатры и заручился поддержкой Египта. Но не только воинами занимался Цезарь. Он руководил провинциями, подбирал должностных лиц, за которых послушно голосовали граждане. Без обсуждения в Сенате он раздал государственные земли своим ветеранам, упорядочил сбор налогов с провинций, заменил множество разных календарей единым юлианским календарем. Подобно римским царям, Цезарь разъезжал по улицам в пурпурном одеянии и не снимал лавровый венок Триумфатора, который прежде полагалось оставлять в храме бога Юпитера. Все больше и больше власть Цезаря походила на царскую. Против Цезаря зрел заговор. Во главе стоял его племянник, Марк Брут. В день мартовских ид, день середины марта, 15 число, на заседании Сената на Цезаря накинулись его враги и нанесли 23 ножевых удара. Они договорились о том, что каждый должен участвовать в убийстве, чтобы не предать других. Когда Цезарь увидел среди убийц Брута, он удивленно воскликнул, «И ты, дитя!» По другой версии, «И ты, Брут!» Эта фраза тоже стала крылатым выражением, означающим внезапное предательство близкого человека. Во время похорон Цезаря было прочитано завещание диктатора. В нем Цезарь объявлял своим наследником внука своей сестры Гая Октавия, которого он усыновил. Он-то и вступил в борьбу за власть с ближайшим сподвижником диктатора Марком Антонием. Через годы войны и мира они разделили власть в римской державе. Октавиану достались западные провинции, Антонию — восточные. Там, на востоке римской державы, Антоний встретился и женился на Клеопатре. Тем не менее, править империи сообща у них не получилось. В 31 году до н.э. у мыса Акций на западном побережье Греции флот Октавиана победил флот Антония и Клеопатры. Начиная со времени Октавиана Августа, римское государство, за его огромные территории, населенные разными народами, называют империей. Еще и потому, что им единолично правили сменявшие друг друга императоры. Октавиан носил звание императора. Сенат преподнес ему почетное прозвище «Август», что значило «священный». Римская империя была сосредоточена вокруг Средиземного моря. Октавиан подчинил весь Пиренейский полуостров. В состав империи входила Галлия, а вот соседние германские племена захватить не удалось. Дальше — Апеннинский полуостров и близлежащие острова Сардиния и Сицилия. Потом шли Иллирик, Далмация и дальше полностью Балканский полуостров. В состав Рима входила большая часть полуострова Малой Азии — острова Крит и Кипр, Киликия, часть Сирии, Египет и дальше северное побережье Африки, за исключением Мавритании. В главе государства стоял император. Другое его название — Принцепс. Совместно с Сенатом он мог издавать законы. Сенат состоял из 900 человек, но для работы было достаточно собраться 70. Число людей, достаточное для проведения чего-либо, называется кворумом. Кроме этого, император имел власть над армией, легионами и личной гвардией, притарианцами. Император управлял работой различных канцелярий, разумеется, столичных, а провинциями управляли наместники или прокураторы, у которых были свои местные канцелярии. При августе еще сохранилось народное собрание, которое назначало должностных лиц. Население делилось на свободных и рабов, а также на жителей Рима и провинциалов. Провинциалы платили налоги, жителей Рима — нет. Кроме того, свободные жители могли наниматься в армию. Там неплохо платили и давали земельные участки. Рима и тут же